Всем привет дорогие друзья автомобилисты. Интересный вопрос от подписчика канала. Привет Алексей, у меня вопрос. Езжу на Ford Focus 2 2006 года, живу на севере. Зимой заливаю масло 5W30, но летом говорят, что надо заливать 10W40. Можно ли так? А если можно, надо ли промывать двигатель перед переходом на другое масло? Друзья мои, на севере 5W30, ну, наверное, вы не на том севере живете, раз вы заливаете 5W30. Там, где критически низкие температуры окружающей среды, заливается масло 0, первая цифра 0. То есть, чем ниже первая цифра, тем масло более стойкое к морозам. 5W30, ну, это мы здесь заливаем 5W30 для зимы, это основное. Можно ли ездить летом на 5W30? Конечно, можно. А можно ли ездить там ближе к экватору на 5W30? Конечно, можно. Первая цифра говорит о том, что это масло более стойкое к морозам. Ну, и в летний период времени оно остается по вязкости такое же. То есть, друзья мои, я одного не могу понять, зачем летом вам заливать полусинтетику 10W30 или 10W40? Какой смысл? Вы хотите сэкономить на этом? Ну, ладно, допустим, вы хотите сэкономить. Может быть, эти копейки для вас критичны, я имею в виду сумма сэкономленная. Хорошо, допустим. Нужно ли промывать двигатель при переходе синтетики на минералку, с минералки на синтетику? Нет, друзья мои. Если вы регулярно меняете масло, скажем так, до 10 тысяч километров, никакие промывки не требуются. Абсолютно никакие промывки для вашего двигателя не нужны. Ваш двигатель, в общем-то, в порядке. Можете заливать хоть минералку после синтетики, хоть синтетику после минералки, полусинтетику после синтетики, полусинтетику после минералки, минералку после синтетики. Ну, то есть, любые конфигурации, как вы хотите, так и меняете. Абсолютно это никак не отразится на вашем двигателе. Все это в допусках, все это допускается, все это нормально. Все эти масла, как я уже говорил ранее, смешиваемые. Без проблем смешиваемые. И то, что у вас там остается в системе, к примеру, там 200, там 150-200 грамм этого масла, ну, это вообще ни о чем. Ну, в любом случае, конечно же, оно остается. Это неизбежно. Но вот те присадки, которые для промывки некоторые используют, добавляют, допустим, 5-минутки, или, допустим, есть промывки, которые там, ну, типа как масло промывочное заливаются. Друзья мои, то вообще масло самого-самого низкого качества. Ну, вот, допустим, промывочное масло, это самая такая, знаете, как дубовая минералка. Вот самая худшая минералка из того, что есть. Просто вам продают ее в качестве промывки. Ну, многие это делают. То есть вы, переходя с синтетики, допустим, на полусинтетику, вы заливаете промывочную минералку, получается, а потом минералка эта немного все равно остается в вашем двигателе, и вы заливаете синтетику, и вы такие довольные, что все классно. Не, так делать не надо. А когда вы заливаете 5-минутную агрессивную какую-то промывку, и такое же, конечно, есть, многие это используют, то представьте себе, что остатки вот этой 5-минутной промывки все равно остаются, частично остается она в масле в вашей системе, и она потом еще вредит вашему двигателю. Поэтому я не допускаю вообще использования вот этих вот промывок всевозможных. Если вы хотите просто почистить ветер, когда вы купили свой автомобиль, допустим, вот вы покупаете автомобиль, вы не знаете, что с ним было, и хотите просто профилактически перед хорошим маслом один раз промыть, а потом уже работать как положено. Ну, многие так делают, потому что неизвестно, может там меняли раз в 20 тысяч масла, или там в 15-16, всякое бывает, да, и ветер уже загажен. Тогда можно использовать, к примеру, даже 5-минутную промывку, но после 5-минутной промывки я рекомендую использовать тогда еще обычное промывочное масло, чтобы вымыть 5-минутную промывку, а потом только залить себе уже хорошее масло. Также можно, друзья мои, использовать обычное моторное масло, самое дешевое, минеральное, можете купить для промывки. Слили свое масло, туда залили обычно это масло, я вообще использую дизельное масло КамАЗовское для промывки, если вот в таких вот сложных ситуациях, оно высоко щелочное. Оно вымывает лучше Погонял там день-два на этом масле Потом это все слил, там столько грязи Все это сливается, поставил новый фильтр Все сделал, все, и катаешься Ты потом спокоен Надеюсь, я достаточно понятно вам все Обрисовал эту картину, теперь вам все это стало понятно Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях Всегда с радостью на них буду отвечать Всем пока Не забывайте подписаться